Субтитры сделал DimaTorzok В этом наборе 794 детали, год его выпуска 2013 и рекомендованная розничная цена этого набора 5499 рублей. Перейдем к обзору. Коробка. Она у нас довольно-таки широкая и низкая. Далее, в правом верхнем углу у нас изображен как дизайн 2013 года Yoda. Затем, логотип Лего Звездные Войны в левом верхнем углу. Возраст по сложности сборки 9-14 лет, артикул 75 на 19 и название на английском. Сам набор изображен у нас посередине и всеми фигурки этого набора. Они у нас все новые, за исключением дроида с Genesis обычного. Итак, переходим к задней стороне коробки. Здесь у нас логотип Лего Звездные Войны, артикул. Затем здесь функции, экшн-сценка. Вуаля. Затем вид ATRT с разных ракурсов и сайт лего.ком. Коробка у нас открывалась посредством открепления вот этих вот скотча. И она вот уже раскрывалась. Итак, переходим к инструкции. Их у нас набора было две. Книжечка 1 и книжечка 2. На обложках инструкций все то же самое, что и на передней стороне коробки. Открывается у нас как альбом для рисования. На первой странице у нас изображен мини-комикс, что надо собирать набор по пакетикам, как у нас пронумеровано. Затем функции Brick Separator, который шел в этом наборе. Далее. Пошла сборка первого пакетика. Итак. В общем, мы собирали в первой инструкции 65 страниц. Далее мы перешли во вторую инструкцию. Также здесь в первой инструкции у нас есть перечень всех наборов в сайте лего.ком. Код, благодаря которому вы можете посмотреть мини-эпизод хроник. Йода на сайте лего.ком.слэшставвозсси19т13. И рекламка. Переходим во вторую инструкцию. Она у нас намного тоньше, чем первая. Открывается так же, как и в любом для рисования. И здесь мы продолжаем сборку с четвертого пакетика. Заканчивается у нас сборка на 48 странице. Далее у нас изображены функции набора. И две странички с перечними деталей. А также реклама лего-клуба. По коробке и инструкциям это... Кручу-верчу-запупка хочу. Все. Переходим к мини-фигуркам. И первая мини-фигурка это у нас рыцарь-джедай Колман Требор. К сожалению, в фильме он у нас был показан на очень короткое время. При попытке захватить графа Дукуа в втором эпизоде, его сразу же застрелил Джанго Фетт. По мини-фигурке из Лего этот персонаж в Лего выполняется впервые. И мне нравится, как на нем пострались леговцы. Есть печать у нас на ногах, также на поясе, на теле спереди и на теле сзади. Также мне нравится его голова. Он у нас похож на такого носорога. Она у нас рельефная. То есть здесь вот видны ноздри, допустим. Глаза. Также вот здесь вот какие-то то ли жабры, то ли что. Ну не знаю, в общем, ну похоже на жабры. Но, конечно же, это не жабры. Итак, глаза у него прорисованы, прокрашены. И голова у нас не резина у него. То есть она пластмассовая, но с задней стороны она вот тут гнется немножко. Немножко. Итак, из оружия у него зеленый цветовый меч. Ну довольно-таки такой классный чел. Итак, переходим к следующей мне фигурке. Это у нас Мейс Виндо, который выполнен по второму эпизоду фильма. По-моему, по второму эпизоду его выпускают впервые. И я могу его сравнить с Мейсом Виндо, который был выпущен по третьему эпизоду. Из набора 95.026. Ой, просто 95.26. Арест Палпатина. То есть его кабинет. Итак. Ну, что можно сказать? Изменились только ноги. Тело осталось прежним. Лицо также прежним. И даже принта сзади до сих пор не добавили. То есть за год ничего не изменилось. И меня это даже немножко шокировало. Они могли хотя бы добавить какие-нибудь складки одежды с задней стороны. И было бы и то лучше уже. Кстати говоря, вот я посмотрел сейчас. Лицо изменили. Сейчас я вам это покажу. Итак, видите, вот у него черточки такие. Подбородок так прорисован. А у этого такого не было раньше. Я вот это вот не заметил. То есть во время обзора присмотрелся сейчас. То есть все-таки голову изменили. Но все же сзади принт бы сделали. Было бы вообще шикарно. Но без принта сзади у нас эта минифигурка остается не самой лучшей в наборе. На мой взгляд, самая лучшая минифигурка набора это Coleman Trevor. Мне нравится больше всех. Итак, следующая минифигурка это у нас клон Commander. Который также сделан по второму эпизоду у нас. Ну, что можно сказать. Обычный клон, как и все остальные клоны, в сравнении. Лишь только он выполнен в желтых цветах. То есть остальное все по принтам все то же самое. Ничего необычного. К сожалению, такой клон у нас встречается на данный момент на 2013 год. Лишь только в этом наборе ATT. Далее, следующая минифигурка это у нас дженазианский дроид командир. И он у нас новый. Сейчас я приведу вам в сравнении с дроидом командиром обычным. Который у нас был в наборе 9515. Да, злорадство. То есть они, в принципе, у нас похожи. Только у этого... Только у них отличаются, в общем, цвета. Здесь у него более такой желтый ближе к оранжевому. А здесь светло-желтый цвет. Что он не является у нас командиром. И также у него есть точечка на теле. Также еще цвет вот этих вот дженазианских роботов. Ой, роботов. Дроидов. Он у нас был взят с того же цвета, что и был у астродроидов. То есть они по цвету одинаковые. Вот так вот у нас получается. И последняя мини-фигурка набора. Это у нас обычный дженазианский дроид. Он у нас уже встречался в наборе 75015. Дроид танк. Альянса. Улитка. То есть по нему ничего особенного. По мини-фигуркам это все. Сам набор общий вид. ATT у нас использовался во времена войн клонов. Соответственно, республикой. То есть клонами и всеми джедаями. Итак, по функциям. Давайте посмотрим. У нас есть вот эта вот пушка, которая может двигаться на 360 градусов, а также вверх и вниз. Вот так вот. Я вам показал все максимумы этой пушки. Далее. Перед у нас довольно-таки это хорошо детализирован. По сравнению с предыдущими версиями ATT. Этот просто супер. Мне больше всего нравится. К сожалению, у меня нет ни версии 2008 года, ни версии 2002 года ATT. Поэтому я как бы вживую видео я сравнить не могу. Но я посмотрел просто по картинкам. Мне просто визуально даже вот этот вот больше нравится, чем те. Итак, давайте посмотрим саму кабину. Для того, чтобы ее вытащить, мы ее должны просто вот так вот потянуть из-за вот этого деталь. Итак, вот мы ее вытащили. Сюда мы можем посадить клона. Здесь у нас есть два рычажка, которые у нас и управляют этим шагоходом. Итак, сюда мы его садим так и просто задвигаем. За счет вот этих вот черных деталек, они у нас вставляются вот эти вот серые. Вот сюда вот так вот. Просто задвигается у нас кабина. И она не защелкивается, ничего, просто сюда входит и никак не вываливается. То есть, если мы поднимем ATT, потрясем его, она с кабиной никак не вывалится. И также мы можем посмотреть на клона там вот внутри. То есть, красиво так довольно-таки смотрится. Мне нравится. Также я читал отзывы о ATT 2008 года. Там было сказано, что у той версии были очень вот эти вот детали хрупкими. То есть, они отваливались по-всякому. Ну, то есть, в этой вот версии этот дефект устранен. То есть, если вы не будете прямо так дергать вот эту вот деталь. Ну, я думаю, у вас не будет такой потребности. То она не будет у вас отваливаться. Вот той прямо вот просто задел, и она отваливается. Но, по-моему... А, это было у версии 2002 года. У нее, по-моему, было то, что надо поднять вот эту вот часть шагохода. И там вылетала ракета, по-моему. Или это у версии 2008 года. Я что-то путаю. Я не знаю, что я говорю. Итак, переходим далее. У нас есть здесь вот такая вот ручка черная. За нее мы можем вот так вот поднять набор и спокойно переносить из комнаты в комнату его. Итак, также я сразу же хочу сказать, что прошлую версию 2008 года можно было прикреплять к дропшипу. И вот в чем заключается вопрос. Можно ли прикреплять версию 2013 года к дропшипу? Артикул того набора, по-моему, 10-125. Может, я ошибаюсь, но, в общем, не суть. Ладно. Если что, артикул высветится правильно вот тут. Итак, в общем, ответ на этот вопрос. Вот если вы хотите присоединить дропшип, присоединить ATT к дропшипу, то при помощи этой ручки у вас не получится. То есть вам придется разбирать и делать другую ручку. Если у вас есть ATT 2008 года, вы можете просто переставить эти ручки местами. То есть из того набора в этот. Это будет довольно-таки просто сделать, я считаю, для всех. Я посмотрел даже по инструкции, там ничего мудреного такого нет. Либо вы можете соорудить ручку сами из своего лего, что у вас есть. Если у вас есть такая возможность. Итак, переходим далее. Здесь есть у него, конечно же, 6 ног. Вот эти вот боковые, они никакой роли в его стойке не играют. Вот это вот и вот это вот. То есть они у нас просто свободно болтаются в разные стороны. А вот эти вот, которые две спереди, две сзади, они уже у нас как раз-таки отвечают за его положение. То есть как он стоит у нас. Итак, вот они как двигаются. У них предел. Вперед-назад. Также ступни двигаются только вперед-назад. И вот предел задних ног. Итак, далее идем по функциям. Сзади. Вид сзади. Он мне нравится поменьше, чем вид спереди. Он детализирован меньше. Здесь еще детали в дырочку. Тоже как-то не очень смотрятся. Но тоже сидел. Итак. У нас вот эта панель может вот так открыться. И внутри у нас будет что-то вроде мини-командного центра. Сейчас приблизь. Итак, смотрим. Здесь у нас есть вот эта вот коробочка. К ней мы перейдем чуть попозже. Но для начала хочу указать, здесь есть две наклейки. Вот первая, вот вторая. К сожалению, нет наклейки. Далее у нас здесь есть два крючка, в которые вы также можете вставить свое оружие. Допустим, если взять DC-15, которая была у клона, клона-командера, который сейчас у нас сидит за рулем. Если убрать вот эту детальку, вы можете вставить оружие вот сюда. Правда, надо придерживать, потому что если вы не будете придерживать вот эту деталь, она у вас, скорее всего, может отпасть. У меня уже такое было. Итак, вот мы прикрепили оружие, и все, оно у нас там хранится. Также мы можем сюда поставить мини-фигурку. Максимум, я думаю, тут может вместиться, но мини-фигурки 4, если вы постараетесь. Может даже 6, если вы постараетесь. А если свободно стоять, то только, наверное, 3 мини-фигурки. Итак, и последнее, что у нас здесь находится, это вот этот ящик. Посмотрим, что у нас внутри. Итак, открываем. И внутри у нас 2 термодетонатора. Их должно быть 3, но один из них у меня сейчас дан клону, который стоит у меня в моей коллекции. Итак, они абсолютно точно такие же, что и были у принцессы Лея в костюме Боуш в наборе 95-16 Баржа Джабы. Итак, далее. Я вам хочу еще показать механизм. Но не механизм, а, наверное, технику постройки наборов. Скорее так можно назвать. В общем, за счет чего держится вот эта вот форма. Такая, даже не знаю, как ее назвать. Какая-то шестиугольная, скорее. Или восьмиугольник. Что это у нас, даже не знаю. Ну, скорее восьмиугольник. Ну, в общем, вы поняли. Итак, в общем, вот эти вот детальки, боковые стенки, они у нас подвижны. Но здесь есть деталька, вот эта вот темно-серая, которая у нас идет вот таким вот уголком. То есть здесь вот пимпочка, на которую можно прикрепить. И она у нас таким вот уголком идет. А здесь есть уголок, который как бы таким заборчиком идет. В общем, эта деталька, вот эти вот отверстия вставляются вот сюда, цепляются за нее, и у нас вот эта стенка уже становится неподвижной, то есть передается форма. И вот за счет вот такой вот техники, что сзади, что спереди, у нас соблюдается форма танка. Итак, закрываем панельку, и все. Так, а, оружие надо убрать. А, нет, все, оружие можно было не убирать, я просто думаю, почему они не скрываются, у меня вот эта вот стенка заползла внутри. Итак, идем дальше. Также у нас есть панель, открывающаяся спереди у этого набора. Для этого нам надо приподнять вот эту вот пушку, и внутри у нас никакого места для клонов не будет, здесь пустое место, вон вы видите мой палец. А, привет, чуваки. Но, и вот тут будет место, ну, конечно же, туда нет толка сажать никаких всяких клонов, потому что им там будет неудобно, хотя бы из-за этого. Итак, здесь у нас есть просто такие вот ракетки. Вы можете их переставлять вместо вот этих вот ракеток. Здесь они стоят красного цвета, но здесь у нас есть синие и зеленое. Какая разница, какие вот ракетки вставлять? Я видел в интернете, что спрашивают, вот в чем различие ракеток. Да, в принципе, ни в чем, просто какой цвет вам больше нравится, какие вот вы ракетки вставляете. Вот мне, допустим, зеленый цвет больше нравится, я бы поставил сюда зеленые ракеты, но по инструкции там стоит красный, поэтому я для обзора остался пока что красный. Итак, и давайте я вам покажу, как они стреляют. Просто надо вот так вот надавить, и мы подрывали сами себя. Отлично, конечно. В общем, они стреляют не очень далеко. Если вы постараетесь, конечно, они могут улететь вот аж вот сюда. То есть все равно не очень далеко. Также они могут крутиться вот так вот у нас на 306 градусов, вот так вот вверх и вниз. Итак, ну и по функциям, по-моему, это все. Сейчас я проверю по коробке. Да, по функциям это все. Я хочу вам показать наклейки этого набора. Наклейка 1, это республиканский знак, затем наклейка 2, наклейка 3, вот здесь вот наклейка 4, внутри наклейки 5, 6, затем вот здесь вот наклейка 7, также наклейка 8, наклейка 9. То есть 9 наклеек, если я никаких больше не пропустил, то это их количество окончательное. Вот эти вот детали, они, слава богу, пропечатаны. И с этой, и с той стороны. Итак, то есть вот так вот получается. И сейчас будет сравнение. Итак, в сегодняшнем обзоре у нас сравниваются AT-TE 2013 года и AT-OT 2010 года. Ну, я точно не помню. И так, ладно. В общем, сравним их в ширину. Ну и тут, конечно, даже сравнивать нечего. AT-TE выиграет AT-OT. Вот вы даже можете сравнить, не прикладывая их сверху в ней. Сверху. Не прикладывая этот к этому сверху. Итак, посмотрим по длине. Ну, в общем-то, AT-OT, я так понимаю, выигрывает. Если не считать пушку AT-TE вот эту, то AT-OT у нас, конечно же, выигрывает. Ну и по высоте, по высоте давайте сравним. Здесь у нас выигрывает AT-TE на вот эту вот свою пушку как раз. За счет своей пушки, конечно, у нас AT-TE может много чего выиграть. Но если нам ее убрать, то тогда AT-TE будет не так круто, как сейчас. Итак, ну, в общем, я бы сравнил, конечно, лучше с AT-TE других годов, версиями других годов. Но, к сожалению, у меня нет даже друзей, у которых можно было бы одолжить на обзор такой набор. Так что пришлось сравнивать с AT-OT. Ну, я думаю, что тоже довольно-таки актуальное такое было сравнение. И на этом оно закончено. Итак, подведем итоги. Для начала моя оценка этому набору. За играбельность я даю ему 9 из 10. За счет того, что здесь очень мало места для того, чтобы просто посадить клонов, чтобы их мог сам шагоход перевозить. То есть, здесь спереди есть просто место под ракеты. Но зачем там ракеты дополнительные? Нет, чтобы сделать просто, допустим, зеленые или вот даже красные, как тут стоят, просто одни ракеты. Зачем там еще четыре? Нет, чтобы сделать просто какой-нибудь там командный центр, типа продолжение задней части. Чтобы просто клоны могли сидеть и их перевозил танк. То есть, ну, как-то, не знаю. Мне это не понравилось. Затем, по детализации. Кстати говоря, я вот сейчас вам покажу одну функцию еще, я забыл ее показать. Но даже это не функция, а просто, если вы играете, то, допустим, вот клону можно взять и посадить за управление этой пушкой вот сюда вот. То есть, он нормально сидит сверху. Итак, за детализацию я даю этому набору 8 из 10 за счет того, что вот перед мне очень сильно нравится. Зад, сзади я вам уже говорил, что мне нравятся вот эти вот дырчатые детали. Вот эти вот сзади. И, в принципе, все. Также можете посмотреть вниз. Тут много всего плана делано, но это некрасиво смотрится. То есть, если вы будете снимать снизу, допустим, как клоны идут. Вот тут вот, допустим, если вы будете снимать анимацию. Клоны идут отсюда, а вы снимаете клонов снизу. То есть, тогда у вас будет виден шагоход. Его нижняя часть. То там будет вообще некрасиво все так. Не знаю, я что-то выдумал сейчас. Но, в общем, мне не нравится его детализация. Это сзади и снизу просто вот в сам вид мне нравится. Кстати говоря, я сейчас еще заметил еще одну функцию. Клоны могут забираться назад благодаря этой вот лестнице. Что-то я пропустил. И так. В общем, поэтому я даю за детализацию восьмерку. Но вот перед он мне очень сильно нравится. Особенно в сравнении с прошлым версиями. По сложности в сборке 8 из 10. Но тут даже не сложность оценивалась, а нудность. То есть, вот у вас будет 4 одинаковых ноги, 2 других немного, но тоже близких по сборке. То есть, я собирал AT-OT, я там задолбался 8 одинаковых ног. Ну, грубо говоря, задолбался, извиняюсь за такое вооружение. 8 одинаковых ног собирать. Здесь у вас будет в два раза меньше 4. Но у вас еще вот эти две. То есть, ну, в общем, это нудно собирать вот такие вот одинаковые конечности, так скажем. В общем, поэтому 8 из 10. Далее, мини-фигурки я им даю 9 из 10 за счет того, что, на мой взгляд, тут должен был быть еще хотя бы один простой клон. То есть, 6 мини-фигурок. Не 5, а 6. Думаю, вот это вот было бы отлично. Но, в принципе, они тут поместили двух джедаев. Поэтому, может, они этим объясняют, что тут нет клона обычного. И еще также я снизил за счет того, что у Мэйси нет сзади печати. Ну, как так можно было? Да. Ну и средний балл я отдаю этому набору 8,5. То есть, нормальный балл. У нас я начал оценивать наборы с прошлого обзора на набор 75-018, Jack 14. Также можете посмотреть обзор на этот набор. Вот фрагмент из обзора. И я думаю, вам понравится. Итак, и также. Стоит ли вам покупать этот набор? На мой взгляд, если вы собираете армию клонов, то обязательно покупаем этот набор. Безоговорочно. Но этот набор должен сочетаться вместе с ганшипом. То есть, набор 75-021. Для начала купите ганшип. Ну, или если у вас есть версия ранних годов, то есть, либо 2008, либо 2002, то можно купить ATT, если у вас его нет. А если у вас есть и ATT, и ранешний, и ганшип, то сначала купите ганшип новый. Потому что он, ну, на мой взгляд, он лучше. По играбельности особенно. А потом уже покупайте ATT. То есть, они у вас вдвоем будут вообще очень круто смотреться. Вам понравится, я вам гарантирую. А если вы думаете, покупать вам этот набор или не покупать, я вам советую лучше купить ганшип, если вы фанат воин клонов. Или баржу джабы, если вы фанат оригинальной трилогии. Я думаю, вам понравится баржу джабы больше, если вы фан от тем. Итак, я надеюсь, что это вам помог с выбором. Ну, а если вы, конечно же, собираете и то, и другое, то между этими тремя наборами, ганшипа, ATT и баржу джабы, я считаю самым лучшим ганшип. То есть, в любом случае, покупайте для начала ганшип. Ну, за исключением того, что вы фанат оригинальной трилогии. Итак, в общем, я надеюсь, что я вам помог. Подписываемся на мой канал. Ставим лайки. На этом, кстати говоря, обзор закончен, я думаю, вы поняли. Комментируем. И смотрим больше моих видео на моем канале вон там. С вами был СуперЛегоман4444. Также не забывайте подписываться на мой канал влогов вот тут вот. И всем пока, удачи, ребята. Всем привет, меня зовут Леич Фигарь, и это мой видеообзор на набор Лего Звездные Войны, артикул 2, 75, 019, под названием ATTE. И в этом наборе... Сколько у меня есть? Коробка. Она у нас очень широкая, и также довольно-таки... Довольно-таки... Да. Коробка. Она у нас широкая и довольно-таки низкая. В правом верхнем углу изображен как... Да. Такой персонаж. И он выполнен... Ну, мне нравится, как он выполнен. Хе-хе-хе-хе. Очень страшно. Да, вообще, оборжаться можно просто. К сожалению, сзади принт на теле так не добавили, что меня довольно-таки так немного шокировало. Лего-вцы могли хотя бы пропечатать какие-нибудь... Не знаю... Волнистые такие линии, которые подразвивают такие... Переходим к мини-фигуркам. И первая мини-фигурка это у нас рыцарь джедай и член высшего органа джедаев. Это Голлман. Ой, органы. Подведем итоги. Итак, моя оценка этим набором для начала. За... Ой, ой, фейл, фейл, фейл. Уже второй обзор подряд. Итак, подведем итоги. Здра... Да. Слово забыл. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!